так прошло около получается сейчас 15 на 3 но может килограмма 4 5 опять на сейчас не отмешившись сейчас будет немножко точно 76 и 3 и еще разочек Теперь надо перекусить. Панеля температуры. Панеля. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 И каждый раз, когда вы переходите на определенную ступень, вы будете вспоминать то, что я вам рассказывал, вы понимаете, что оно все действительно с вами происходит. Это будете ощущать. То же самое, как я это ощущал, когда другие рассказывают, слушаешь и не веришь. А потом, ну, вот у меня, допустим, так опять сложились. Да, не факт, что если бы я уловился, то я бы не знал, что мать такой творит с бабушкой. Она мне хоть и не родная, но все равно. Короче говоря, во-первых, я мать уберег от греха, от еще большего греха. А во-вторых, сделал, по крайней мере, все возможное, чтобы частично искупить маму греха. Если так можно выразиться, если вообще можно это применить, в этом случае, я бы обошли к тому, как мог. Вот. Ну, это вообще отдельная, конечно, тема. Можно много об этом поговорить, с вами не сказать. Ну, это будет несчастно. Так вот, я действительно не чувствую голода. Вот, как хотите. Вчера по телевизору была передача, так там женщина. Ну, по-моему, 60 килограмм лишнего жира. И все старались ее, ну, любыми методами, средствами, короче, убедить, что ей надо сбросить вес, иначе, ну, у меня там заболевание уже серьезное начало. Вот. Ну, ей, ну, где-то под 50-ты больше. Она просто, ну, не может себя контролировать, и поэтому не может сбросить вес. Из-за этого проблемы в семье, здоровье, но там подобные вещи неприятные. Ну, надо читать литературу, надо читать очень серьезную литературу. Не про диету ни в коем случае, это все не то. Там, в этой диетической литературе описывает в основном еда. Можно еще, если нельзя. А ты читаешь об этом, все равно хочется есть. Что это совсем другое? Ну, да. Начинает хотя бы с того же самого Евангелия, Библии. Там, по поводу еды, все очень даже строго. И заканчивая восточными писаниями, философией, наподобие там Шамат Хагала, там Хагавадгита и тому подобное. Там про буддизм. Это очень сильно отрывает от еды, серьезно. Ну, а о том, что я сейчас читаю, я вам попозже расскажу. Точно не сегодня, надо сначала закончить это. Пять временей. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 Так вот. Яблоки, скорее всего, закончится к концу августа. Все. Причем сорта. Крайне поздно, естественно. Вот. Груша не знаю, когда закончится виноград. Ну, во второй половине сентября можно было изграбать приходит направленный. И опять-таки, в зависимости от ощущения, если иной, я не буду вообще чувствовать голода, значит, организм уже находит другой источник питания. Это, ну, действительно поразительная вещь. Кому выйти сейчас на улицу скажи, что человек может при определенных обстоятельствах не питаться физической пищей, он будет с пальцем обискать и вообще заплюет. Учитывая, что тот факт, что столько смертей было вообще в истории не только сейчас, а до голода. Вот. Люди просто к этому действительно не готовы. Но, когда я об этом узнал, я уже находился на то время на стадии Виагана, ну, я просто, ну, как принял это как факт. Для меня это сейчас уже все равно, что свершившийся факт. То есть, я знаю, что это возможно. И если человеку появляется такая уверенность, то организм сам подстраивался под эту уверенность. Надо, чтобы, ну, и само сознание, и организм были на одной волне. А иначе вот, как Дмитрий Лапшинов говорил, выйдет сопротивление, как лебедь, так и щука, да? Разум в одном направлении нет, не верю. Или, там, разум верю, тело не верю, а ум совсем в третьем. Разум, ум и интеллект не одно и то же. Короче говоря, лебедь, рак и щука, а вовсе он и не там. Так вот, надо, чтобы это все было на одном уровне. Я считаю, что он у меня в резонансе как раз все находится на одной волне. в резонансе у нас будет Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Что я хотел сказать. Я много раз слышал, смотрел о том, что... вы все знаете, что... раньше, за долго до этого, прошлого столетия, люди не были настолько распущены и старались придерживаться принципа, чтобы в брак вступали именно целомудренные молодые люди. Ну, девушка была детственницей, парень был, ну, именно, то есть, девственником, можно сказать. Короче говоря, это дело из-за того, чтобы дети рождались именно от этих родителей. То есть, их такое явление, как полигония, влияние первого самца на... на последующее потомство, ну, либо женщины, либо самки. Вы уже слышали, что... ученые пытались скрестить лошадь, кобыл, с жеребцом зебры. В результате получился обычный жеребенок. Но... впоследствии... кобыла, когда спаивалась с обычным породистым, именно породистым жеребцом, но уже не зеброй, она рождала полосатых жеребят. причем половина... купор был... полосатым, а вот... как, блин... голова, да... не знаю, как это правильно назвать... плечи, что ли... торс... блин... обычного лошадиного цвета в породе. вот это говорит о том, что они... вот это самое проявление телегонии. Так вот... даже если... девушка является действенной, действенницей, и вступила, как пишут в половую стать, пусть парень пользовался презервативом, то значательное не произошло, но он нарушил действенность, то есть... ну, опять-таки, это все явления биополи, да... сперма обладает биополием, и она может... передавать информацию, которая находится в ДНК, и адрес сперматозоза, передавать эту информацию, даже на расстоянии всем яйцеклеткам этой девушки. набор яйцеклеток у женщины и у девушки появляется один раз на всю жизнь, и тот первый, который станет ее первым, дает заряд этой энергии, этой информации о себе, ну, короче говоря, всей наследственной информации, дает всем абсолютно яйцеклеткам, значит всем абсолютно ее детям. таким образом, даже алкоголь, который девушка принимает, либо табак, также само влияет на всех последующих ее будущих детей, только здесь имеет значение доза. Ну, постепенно, либо она увеличивается, либо уменьшается. Поэтому, если девушка пьет, даже если она и бросила, то эти клетки уже поражены, понимаете, в чем дело? То есть, надо искать настолько чистую, если действительно создавать семью, надо искать настолько чистую, ну, просто идеальную, действительно, не именно вот внешне, физическим показателем, а именно, чтобы она была целомудренная. Так вот. Я веду к чему? Я веду к тому, что, согласно этой информации, это именно информация незнания. Для меня это информация. Согласно этой информации, в моих венах заложен вен того насильника. То есть, у меня должна быть придут предрасположенность, как минимум, к насильству. Опять-таки, я не знаю, сколько лет моя мать начала пить-курить, и пил или курил этот насильник. Но, как вы видите по мне, моя судьба сложилась совсем противоположно. На меня повлиял тот факт, что мой отец, тоже я считаю своим отцом, редко пьет, вообще не курит. Но то, что у него озабоченность, в другом плане это я точно знаю. Вот именно это, меня от этой темы и отталкивает. От него неверность. С другой стороны, будь бы он верным, я бы на себя вел по-другому. В общем говоря, как-то тут идет нестыковочка. По идее, я должен все-таки как-то проявлять влияние должно проявляться этого насильника. То ли отец врет, то ли общество и ситуация, в которой развивается характер именно человека, очень сильно гораздо влияет. Даже гораздо влияет. Хотя у животных это происходит по-другому. Как вы видите на примере с ребенком. Вот. И еще хочется сказать по поводу, когда ты изучал инкарнацию, да, карма, карма или карма, инкарнация. Вот. Никто не мог понять, как это состыковать с тем, что душа воплощается в тело согласно своей прошлой жизни, прошлой деятельности. И вот. Как-то она должна входиться именно в это тело и иметь те наклонности, которые она выработала в прошлой жизни. А данным с этим она должна принять какие-то черты характера своих родителей. Вот. То ли, опять-таки, пишут про эту инкарнацию, инкарнацию, что тело, душа, именно к тем родителям, именно в то тело попадается. Вот. И еще хочу сказать, что если кто из голубятников, то они знают, если породистую голубку потопщит Сизарь, да, дикий голубь, там, не знаю. она уже именно первый раз потопщит, ну, это тоже, короче, первый раз, она больше никогда не будет приносить породистые голубьи. Ей сразу сворачивают голову, и все, на этом конец. И так же самое, те, кто разводит собак, либо кошек, если породистая сука погуляет, не породистых, а злодняшка, она больше породистых никогда не принесет. Причем если это произойдет именно в первый раз, опять-таки. Такие вот наблюдения можно подчеркнуть смира животных. Вот, и что еще хочется добавить по этому поводу. Животные стараются именно самки спариваться можно с большим количеством самцов. Вот, поскольку это больше касается не питающих, поскольку именно самый сильный самец должен стать последствием отцом. Но именно самый первый самец очень сильно оказывает большое влияние. Но животные это не понимают. Вот, поэтому существует такое понятие, очень важное для них, как территория. Самый сильный самец, допустим, у котов, домашних, помечает территорию, собак тоже, которые уличные от дороги, помечают территорию, и между собой там тоже устраивают своры, и впоследствии сука гулящая отдается только этому сильному кабелю. Научники приобретают качество этого сильного кабеля, опять-таки это тоже зависит от первого раза. Ну вот не знаю, если тебе говорит правду, но мне по телефону не сильно отразилось. 34 градуса в тени. в тени в тени в тени в тени следующее раз я вам такой что интересно расскажу Это мне один такой аргумент привел, когда я вам рассказывал, что если заводить меня, то надо только искать именно девственницу Но я ничего еще не курящую, как меня Так вот мне говорит, что моя матч была изнасилована Говорит, матч был изнасилован, да что, у нас нормально получился Вот так он уже выехал Кстати, амборд это очень страшный грех Почему? Потому что опять-таки Амборд означает, что живое существо, которое на древотропном развитии находится, уже приселилась новая душа Фактически это убийство души Ээээ, убийство души Душу нельзя убить Это просто уничтожение того тела, которое должна проявиться душа В общем говоря, у каждого есть своя судьба и она уже предопределена свыше То есть, каждый человек, каждая душа в материном теле подвигается определенным родам испытаниям, урокам Если она проходит эти уроки испытания, усваивает их То в следующей жизни она уже получает новые уроки, новые испытания И то же самое, усваивает их Если не усваивает, то она умирает И опять проходит те же самые уроки И если она уже их не усваивает, то она может появиться не в теле человека, а в теле более низкого живого существа Если человек, допустим, ведет развратный образ жизни, как кобель со всеми сучками, да, случается, то может в теле собаки появиться Либо еще хуже Вот Если человек осознает себя именно душой, то совсем уже другое дело И, в общем говоря, как бы судьба предопределена, но все зависит от самого человека В каких ситуациях он проявляет свои качества и как он себя в них ведет То есть, есть всегда выбор, либо плохо поступить, либо поступить хорошо Таким образом, человек, который делает аборт, он нарушает все планы, которые были предопределены свыше И поэтому душа вынуждена искать новое тело, да, и совершенно новых обстоятельствах появляться Вот Но, опять-таки, это информация, это не мои знания Я их не мог так получить, просто я их прочитал Но если в это не верить, то Человек будет вести просто жизнь животного С этими знаниями гораздо легче жить, на самом деле Особенно и сейчас, когда такое творится в Украине И вообще во всем мире И вообще во всем мире То есть, очень серьезную ошибку, когда он делал аборт А вот, а потом еще пыталась задушить больного человека И я ее от этого отградил Но она Посчитала, что я ее предал У меня была закрыта глаза, как она считала И позвольте ей задушить бабушку Вот Она не понимала, что это очень плохо Она была не в адекватном состоянии за свои болезни Вот Теперь моя родная бабушка В общем, ладно У меня, короче, никакого контакта нет Вот И, кстати говоря Бабушка С которой 2 года провел Шульта мать Призналась Может за полгода Может за голод из своей смерти Что она тоже делала аборт Но она не была изнасилована Она забеременела уже Второй раз в браке После рождения Шульта Но ее муж, ну, пьянствовал Короче, бил ее Она не хотела этого ребенка И она сделала Это аборт И когда она такая отлежала Ну, не то, чтобы она прям сильно мучилась Я знаю, что бывает болезнь не посерьезнее Я ее вращала вообще Скорую помощь никогда не вызывала Светуша подтяжки Она болела, она не жаловалась Печень пожелудочная Даже сахнуть дайбета не было В общем, она, говоря, она покаялась Раскаялась Я слышу Ей очень жар, что ее никто не остановил Тем более ребенок в браке Вот Шурик у нее Получился один И так бы родилась еще дочка Вот Бабушка Была бы с кем Все-таки С родным лучше Теперь она очень сильно раскаялась Тогда Ахм 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 funding в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...